Приветствую вас, я полагаю, что вы не уверены в себе, я полагаю, что вас задевает тот факт, что мужчина смотрит порно, и я думаю, что вы пытаетесь как-то вот отстоять свое значимое важное место, а у вас этого не получается сделать, потому что мужчина чувствует вас не уверены. Чувствует ваше давление на себя и, естественно, его это от вас еще больше отталкивает. Итак, пожалуйста, дайте совет, как быть в сложившейся ситуации. Ну, психологи советов не дают, вот. То есть я хочу, чтобы понимали, вот, что именно совет, это немножко не к нам, мы не просоветуемся. Так, мой мужчина каждый утро смотрит порно, сейчас по некоторым обстоятельствам живем отдельно, а мы увидимся несколько раз в неделю. Угу, если как долго. Всегда ли он смотрел или начал с определенного момента. Потому что, если он смотрел всегда, то, ну, по факту, это его особенность. То есть вам, как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вам нужно будет просто, сказать, так предпринять. Если он начал смотреть, когда уже был в отношениях с вами, то это уже немножко другая история. Дальше, ммм, так, значит, в сексе ограничений нет, стараюсь реализовывать все его препочтения. Ммм, ну, понимаете, ммм, во-первых, это не обязательно связано с сексом, во-вторых, реализация всех его потребностей это некая жертвенность растворения в процессе, потому что вряд ли при таком подходе хорошо чувствуется то, что нужно вам. Очень вряд ли, если честно. И по факту мужчина занимается сексом не с вами, да, вот, а с самим собой, потому что вы пытаетесь его препочтения реализовать, а не свои. И отсюда такое к вам отношение. Ну, в том числе. Так, я заметил, что он стал более равнодушным ко мне, ну, потому что ваша самооценка падает. Когда я сказал ему, что мне не нравится смотреть порно, вместо того чтобы заняться этим со мной, он сказал, что на все нормально, я преувеличиваю. Ну, вы сказали ему, что вам не нравится, что он смотрит, вместо того чтобы заняться это прозвучало как обвинение и как директива. То есть, ты не должен смотреть, ты должен что-то сделать. Это очень деструктивная модель взаимодействия. Вам необходимо научиться бесконфликтной модели общения, например, ясообщение. Так, вот сейчас все нормально, я преувеличиваю. Понимаете, вот по факту эта ситуация напоминает мне немножко другую, ну, немножко другую историю. Вот, знаете, классический такой эпизод, когда женщина говорит своему мужчине, что мне кажется, ты меня не любишь. А он там, соответственно, говорит ей, типа, не-не-не, я тебя люблю, все хорошо, да, а она вот не верит и продолжает, как бы, высказывать такие идеи. И очень приятные. Мужчина продолжает пытаться ее успокоить, вот. И женщина вот в поисках доказательств, все новых доказательств, просто вбивает мужчине в голову и директор, что она не любит. Ну, тут мужчина в связи с связи с задумывается, а люблю ли я ее. и это приводит в итоге к тому, что человек действительно её не любит. Ну, действительно, ээээээ, чувствую уходят. Вот. И такая женщина, да, она скажет, о, боже, я же говорил, что ты действительно меня не любишь, а прошло два года. То есть, это вот то, как мысли становятся честью реальность, честью реального мира, и ваша ситуация напоминает Это не то же самое, самое что, вот, вы пишете, да, что вам не нравится, это то же самое, да, я думаю, что ты меня не любишь, мне кажется, но берется чувство, берется ваше чувство, ваше переживание и перекладывается на другого человека, мол, из-за того, что ты смотришь спорно, я тебя чувствую плохо. Нет, не из-за этого чувствую себя так, из-за того, как сказал мой коллега Кудрыщев, ну, Кудрыщев Игорь, это в вашем прошлом, в вашем прошлом опыте, который вы получили, вот, а здесь просто обвинение, да, и император исходил, он пообещал, больше этого не делал, ну, опять же, вот, понимаете, ну, это вот из детства, да, обещают родителям, типа, мама, я больше не буду, аааа, типа, берется правное дело, ну, правда, ну, вы действительно поверили, кто там предстоит это делать, и при этом ничего не изменив, да, ничего, как бы, ну, не подкорректировав, да, в отношениях стран. Когда я приезжаю на турокомпьютеры, я снова вижу, что он это делает постоянно, но, понимаете, то все их даже не пытаются открывать. Что, тоже очень интересный момент. Да и вы, такое ощущение, да, что, не знаю, проверяете его, что ли, нарушаете лично, личные границы человека. Оказалось, у него есть целый диск с коллекцией, в том числе и зоофили, ну, не обязательно, что у меня мужчина из России. Когда я приехал в очередной раз, он показал мне этот диск, которому осталось всего пару роликов, заявив, что он все удалил и больше всего раз смотреть не будет. И потом откликнулся ложь. Нет, не совсем. Вы поверили. Вы поверили ему. Вы категорично не приемлете что-то. Полагаете, что если этого не будет, вам станет хорошо. Когда демонстрируют вот то, чего вы хотите, вы в это верите, отключая при этом критическое мысление. Так что ложь здесь, да, ложь есть, но это ложь по вашей обоюдной ответственности. Вы оба ответственны за это. Вы ответственны за то, что на мужчину давите, он ответственен за то, что этому давление позволяет корректировать свое поведение. Вот. Дальше. Так, он купил новый диск, скинул туда всю коллекцию, естественно, когда ему потом сказал, он стал говорить, что у него не получилось, ничего перенести на новый диск, он его просто в психу выкинул. Просто бесконечное вранье. Ну, опять же, да, про вранье я уже сказал. Мы очень сильно поругались, и взялся теперь, ну, соответственно, психологический грант скандал, изучить, пожалуйста, это очень важно. Сейчас спросить прощения, моля эту опросить, я не могу, ведь я понимаю, что ложь по-прежнему продолжается. Он согласна, что выкинул этот диск на эту тарктуру, может такой поверить, что человек выкинул диск на 3 тысячи, за 3 тысячи и выбросил его, потому что у него не получилось ничего туда перенести. Да дело не в этом, знаете, дело в другом, что вы не принимаете человека, не принимаете его. Вы принимаете на свой счёт то, что происходит. Что делать в такой ситуации, чтобы что, когда он строит отношения на вас жду. Ну, понимаете, если для вас важны именно отношения, то никак, если важен человек, всё реально. Постоянно думаю о том, что он меня обманывает, скрывает и что-то, ну, понимаете, опять же, а вы не задумались, почему он это делает, почему он скрывает, почему он стыдится? Потому что он не может быть с вами свободным, он не может быть самим собой. Почему? Вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи вам. Ну следует- misery-то galaxy. Bearcat. Благодаря. Спасибо за скpt. Na hundred.